Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. В партиях выдающихся гроссмейстеров не так часто дело доходит до натурального мата. Но сегодня мы с вами рассмотрим красивую партию, которая закончилась именно так, как хочется большинству простых болельщиков шахмат. Речь пойдет об оригинальном поединке Давида Бронштейна и Эдуарда Гуфельда, который состоялся в Москве в рамках 28-го чемпионата Советского Союза в 1961 году. Давид Бронштейн играл белыми и пошел Д4. Конь Ф6, С4, Ж6, конь С3, слон Ж7. Соперники разыгрывают страндийскую защиту. Е4, Д6, Ф3. Давид Бронштейн избирает так называемую систему Земиша. 2-0, слон Е7, Е5. В этой позиции сильные шахматисты современности чаще всего сразу ставят пешку на Д5. Но конь Ж2 играет Бронштейн, конь БД7 и тут белые выводят своего ферзя. Все-таки лучше было сыграть ферзь Д2, потому что положение ферзя на С2, а именно сюда поставил свою сильнейшую фигуру Давид Ионович, впоследствии окажется не очень-то удачным. С6 играет Гуфельд и после длинной рокировки ставит ферзя на Е7. Ж4, А6. Каждый из соперников начинает свою атаку. Белая на королевском фланге, черная на ферзьево. Д5 играет Бронштейн и после вскрытия вертикали С становится очевидным, что положение обеих важнейших фигур белых на линии С не очень-то удачно. Б5 играет Гуфельд, конь Ж3, конь С5, Б4 и тут конь становится на А4. Тем самым Эдуард Гуфельд идет на жертву пешки. Правда, после конь А4, БА, Ж5, конь Е8 Бронштейн пешку не забирает. В этом случае после слон Д7 и отхода ферзя конь С7 с дальнейшим ладья ФБ8, черные получали прекрасные шансы атаки на ферзевом фланге. Компенсация за пешку полнейшая. Поэтому после конь Е8 Давид Бронштейн не теряет времени на взятие пешки, а тратит важный темп на наступление на королевском фланге. Играет А4 и после слон Д7 отходит на Б2. Ладья С8 играет Гуфельд. Если отойти ферзем на А2 с целью сыграть А5, забрать на Ж6 и поставить ферзя на А7, то черные могут сыграть А3, освобождая с темпом поле А4. Конечно, брать пешку плохо ввиду ладья С3. А если отойти в угол, то слон А4 с тем, чтобы на слон бьет А6 ответить контрударом ладья А8. Инициатива черных на ферзевом фланге становится угрожающей. Поэтому после ладья С8 Бронштейн просто отвел ферзя на Д2 и далее конь С7. А5 играет Бронштейн. Ладья Б8. Черные угрожают выиграть связанную пешку ходом А5. Куда же отвести короля? Конечно, наиболее безопасным является ход король А1. Но Давид Бронштейн, очень оригинальный шахматист, решил, что место короля на А3. Король спрятался под пешку А4 и пока находится в относительной безопасности. Конечно, если дать шаг конь Б5, то забираем слоном. Поэтому слон Б5 играет Эдуард Гуфельд. Он хочет разменять слонов, чтобы конь на Б5 оказался неуязвим. Но слон А3 играет Бронштейн. Слон Д7. Слон Ф1. Давиду Бронштейну могло показаться, что его более молодой соперник хочет ничью. Но на самом деле Эдуард Гуфельд таким повторением ходов немножечко выиграл времени на обдумывание, приблизив контроль. И пытался запутать Давида Ионовича. Ладья Б7 играет Гуфельд, отказываясь от ничьей. Ладья С1. Ладья ФБ8. И тут взятие на С7. Контр-жертвой качества Давид Бронштейн запутывает игру. Забирает на А6. И пешка Б становится проходной. Ферзь Е8. Играют черные. Происходит размен на Ж6. И ладья С1. Бронштейн понимает, что добраться до черного короля при наличии слона на Ж7 не очень-то просто. Поэтому меняет ладьи. Слон Б5 взяли-забрали с нападением на Б4. Защита и слон Ф8. Ферзь С6 играет Бронштейн. Он пытается перевести игру в Эншпель и получить пару связанных проходных. Но ферзь Д3 шаг. Вновь предложение перехода в окончание. Ферзь отходит на А6. Снова напали. Ферзь А7. Конечно, имея лишнее качество, Эдуард Гуфельд стремится добраться до белого короля. Поэтому не меняет ферзей. Белые подводят коня с идеей конь С3 и взятия на А4. Поэтому ферзь Ф2 подвисает слон после конь С3. Поэтому защита коня, который оказался под боем. Но белые потеряли важную пешку. Шаг. Что же делать дальше? Наиболее безопасным путем было перекрытие. Правда, после ферзь А3 с идеей ладья С8 черные сохраняли большое преимущество. Но пешка А4 настолько надоела Давиду Бронштейну, что находясь в цейтноте, он решил ее все-таки забрать. И это оказалось роковой ошибкой. Черные объявляют шаг, король Б5 и делают сильный ход ферзь Ф2. А4 играет Бронштейн. И тут белые получают форсированный мат. Ладья Б8 шаг, король С6. Ферзь Б6 шаг, король Д7. Ладья Д8 мат. Вот такая замечательная партия, в которой молодому мастеру Эдуарду Гуфельду удалось сокрушить маститого гроссмейстера Давида Бронштейна. Конечно, эту партию Давид Ионович играл сверхоригинально. Белый король позволил себе слишком много. И в конце концов получил по заслугам. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!